Новость последних минут. В Сирии потерпел крушение российский военный самолет Су-24. Эту информацию только что подтвердили в Министерстве обороны России. Там заявляют, что Су предположительно был сбит в результате обстрела с земли. Чуть ранее некоторые СМИ передавали, что самолет якобы нарушил воздушное пространство Турции и был сбит турецкими же ВВС. Однако в нашем оборонном ведомстве эту информацию опровергают. Су находился исключительно на территории Сирийской Арабской Республики на высоте 6000 метров. И это подтверждено данными объективного контроля. Под кадры, которые распространили турецкие телеканалы, на них момент попадания в самолет-ракеты. Видно, что оба летчика успели катапультироваться. Их судьба сейчас уточняется. Пока это все, что известно на данную минуту, мы будем следить за развитием событий. Мы возвращаемся к главной теме. В Сирии потерпел крушение российский военный самолет Су-24. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России. Там заявляют, что Су предположительно был сбит в результате обстрела с земли. Вот кадры, которые распространили турецкие телеканалы. На них момент попадания в самолет-ракеты. Видно, что оба летчика успели катапультироваться. Их судьба сейчас уточняется. Ранее некоторые СМИ передавали, что самолет был сбит турецкими военными, якобы после того, как нарушил воздушное пространство Турции. Однако в нашем оборонном ведомстве такую информацию опровергают. Су-24 находился исключительно на территории Сирийской Арабской Республики. Приводится высота 6000 метров. И это подтверждено данными объективного контроля. Обломки самолета, как сообщается, также находятся на территории Сирии.